Смотрите, принципиальное отличие Итак, я не рекламирую, это данность Вот эти саженцы были выкопаны на продажу И рядом на дозовой фотографии, кто видел, стоит мужик, улыбается Вот такая улыбка до ушей И вот так вот держит, вспоминайте, кто видел А почему? Мне по этой фотографии больше понравилось с точки зрения технологии Смотрите, опять так уж получилось Я не знаю, как уже это оправдать Но опять вышло так Мои ученики, точнее не будут, обидятся страшно Они живут в европейской части Они были так же, как Юлия Матвеева и ее семья у меня на вебинаре Вот, и они показали ролик, а ролик мне прислали Я его и не видел никогда Потому что упомянулась фамилия Железа Мне прислали его И вот они сажают, сажают на бугорки И вся деревня выйдет на улицу, все сами сажают И в последний момент я уже растаял Вот это же ученики Я уже растаял, он берет ножницы И вот начинает отрезать Заметьте, кто-то делает вот так И говорит, нормально А у них они с вестями, он давай отрезает И у меня сразу настроение испортилось То есть, они сразу начали делать крону Ну, отрезал где-то треть Вот так где-то до сюда А я говорю, как? Вопрос принципиальный Сейчас вы увидите, самое главное Ради чего мы сейчас собрались Итак Если это стандартный саженец И мы бы дали еще год власти Почему? Я не могу понять Я никогда не вижу продажи А таких фотографий Их не тысячи Это много Сотни тысяч Сайтов сотни И все вот показывают Они эти же фотографии Воруют в интернете Якобы у них Когда показывают саженцы Какие красивые Потому что людям потом приходят Это жуть А им же надо показать Классику А классика это значит Вот отставляется четверть где-то И вот отсюда начинается А вот это все унисажается Ну как эти Все-таки ножницы Это почти не вару Хотя почки уже перестают расти Если выничтожить кистики Они перестают вызревать Вот Из-за этого вот эта часть дерева Становится более Некачественная Уязвимая Уязвимая Да То, что я называю Стрептистный морозик И смотрите Все обратно А Сергей Он отрежет вот столько Я его прошу Режь больше А он не может Человек получит саженец Даже наполненно отрезанный И вот так далеко пошлет И скажет Верни деньги обратно Это гарантия Я проходил Вот Поэтому смотрите Я говорю Что дальше будет Я пишу Валидол с собой Пятнышко заметили Можно отрезать на прививку Это мои Эти Узилки на память Валидол почему был нужен Я людей Или у зятик Чертвой матери Или я отрезаю Две трети Это было Осенью Или отрезаю Половину Это весной Ниже доказательства Если еще не все Разбежались Кто смотрит Ниже доказательства Самое важное На сегодняшний день И вообще Чуть ли не на всех Сотни вебинаров Вот Но пятнышко Все таки гляньте Видели Смотрит на юг И его нельзя закапывать Дело в том Что пришлось Сергею Еще две недели назад Он расширил саженцы Так обидно было Когда он горшки разрезал Вынимал Землю отряхивал И Посылку Практически с голыми корнями Обидно было Но там тем более Без пятнышка нельзя Ладно Теперь Еще говорю Есть вариант Но для весны Я никогда ничего не упускаю Представьте Весна И листьев нет Получили Саженец Дальше Покажу Оправдаю Способ Отрезали вату Вот это мощный саженец Однолетний А это Жигулевская Если будет еще год порасти Это будет тихий ужас Прервется хуже На третий год хуже Помните Три год уже Три тысячи стоят На шестой год Восемь тысяч Вот А там было На десятый год Двадцать пять тысяч А их надо выбрасывать А он уже за это Деньги платит Чтоб самому А какой у него При этом ком Может его Нет Комна большая Дело в том что Я еще допускаю Такой ком И даже Десятилетний Но резать то надо Еще больше чем Вот эти Здесь я говорю Половину А там вообще Причем все Нарастет Я закажу И вот Смотрим сюда Сейчас Глотчик сделаю А вон Кстати Как вам Жигулевская Шикарная И по вкусу Это моя Находка Находище А добрые слова Знаете кому Добрые слова Это я Я увеличил Мне черенки Продала Байкова Ваша Галина Николаевна Да Вот это Кто сказал Что стариков Всех убирают С науки Не помните Не знаете Я у того что А она уже на пенсии Уже не уберешь Вот это вот Они у нее были Скромнее намного Но главное С этого началось Огромная Ей благодарность Потому что Человеками Она принцип Не торгала Только саженцами Вот Я с этого Начинал Потом Методы отбора Я сотни Вырастил Получил сотню Результатов Вот И я назвал его Пусть он отечественный Не импортный Я назвал его Королем сада Мощный рост Невероятно Плодов Я вам скажу Если что Бывает 50 ветров Вы просто скажете Болтон Поэтому Я говорю Средний рожает 20-30 Средний Вот Не бояться Ни мороза Ничего Ну Привать надо На Сибирке Вот единственное Сибирка Сдержит немножко рост Корневые отводки Ладно Кстати Как вам Груша последняя Это Листая красавица Под хам Даже рядом не лежал Это точно Вот Напомните Когда Чернокамника Мне приедет Идем дальше Итак Если листьев нет Так Если весна Вы можете Вы простой Советский Сладовод Вы дачник Вот тут Отрежете Почему Потому что Уже Видите Хоть Тут Нарушен Немножко Но все Таки 99-95% Корней Целы Вот так Отрежете Если вы Получите Посылки С голыми Корнями Вот так Отрежете Но если Вы Садовод В будущем И первый Год Вы отрежете Вот так Вот так С этой Возьмите Возьмите Минимум Три Ченка На Прививку На Два Это Точно Все Что Выше Середины Выбрасывайте Если хотите Иметь Качественную Санклицу С 20-30 И то Что Вы Слышали Говорили Что Где-то Жалуются На Периодичное Отношение Но это Опять В одну Сторон Можно Делать Так Что У вас Будет Из 5 Лет 4 100% Предельный Урожай 4 из 5 Нормально Тем более Они лежат Чуть ли не год Если их Вовремя Снять Пошли дальше Обратите Внимание На это Это все Вот Недавно Ходил Специально Готовил Эту Передачу Итак Вот он Был Отрезан Но этот Уже Ниже Заметьте Этот Ниже Отрезан Чем Тот Грушу Помните Ту Ладно Теперь Так Он Так же Замерзл Эта Часть Почки Замерзли То есть Почки Пошли не Отсюда Но Ниже Уже Пошли Вот таким Ярусом Вот эти Верхние Они Опять Солнце Больше Они Имеют Преимущество Они Крупнее Но Вот эти Уже Почти Нормальные Заметьте Здесь Всего Полметра Это Все Моя Работа Это Я Пересаживал Своими Руками Вот Еще Один Мой Саженец На Нем Хорошо Видно Что Любимая Тема Запасные Почки Резервные Почки Вот Они Смотрите На Эти Тоненькие Хворостинки Видите Они Ближе Всех Земле Они Были Укрыты Снегом Они Могли Спокойно Развиваться Чего Им Не Хватило Может Быть Немного Солнца Не Хватило Все Таки Накрыло Куполом Средство Труд Солнцу Проник Но Главное Не Это Их Я Обрезал Боковая Смотрела Бог А то Что Случайно Получилось Я Специально Не делал Такой Красивой И Такой Как Назвать Такой Пропорционально Я не делал Она сама Получилась Не всегда Получается И что Мы видим Несколько Проблем Первое Они Оказались Не нужны Но Отрезать Нельзя Вот Это Дополнительное Питание Корням Это Глюкоза Я Уже Сто Раз Говорил Поверьте Мне И не слушайте Этих Самых С того Самого Канала Никто Чего Исполнит Теперь Когда Я Вот Это Отрезал У Нее Получилось Достаточно Пропорциональное Вот Опять Две Ветки Вверх Так Всегда Бывает Когда Обрезку Делаешь При Пересадке Одна Толщая Ясно Что Вот Эту Надо Развивать Видите Кол Битый Это Значит Больше Он Подвязан Чтобы Вы Выпрямить Этот Кол Второй Опять Хотите На Черенки Чик Хотите Если Черенки Не нужны Просто Возьмете Хотя Это Ценности Обыкновенные Просто Возьмете И Вот Здесь Отрежете И Две Три Почки Ниже Начнут Дадут Лишню Крону То есть Дополнительную И Вот Теперь Вы Обратили Внимание Сейчас Дальше Интересно Будет Смотрите Дальше Вот Пенечек Помните Как тот Я Он замерз Пытался Расти Вот Он Слабенький Дохненький Оставляю Навсегда Не дай Бог Вот это Вот Отрезать Все В центре Саженца Самоорганизма Страшная Рана По диаметру Равная Самому этому Так всегда Будет Попробуйте Отрезать Заподлицо Глупость Страшная А здесь Уже Все Вот Это Пробка Для меня Это Пробка Мы Заткнули Вход В эту Просто Представим Что не было бы Его здесь Наоборот Надо было Присобачить Чтобы сюда Мороз не проникал Вот Ради этого Я вам показал Но это не все Мне все Интереснее А вот Это Супер Фотография Это Железо Сказать Можем Настоящим Я где-то Иногда Знаете Как Вот Молодушничаю Так Ходится Все Главное Плевать Что Корни Главное Чтобы Крона Была Целая Потому что Она растения Будет А если Будет То Опять Помните Ветки Мелкие Мелкие На следующий год Вверху Мощные Пошли Если Прижился А эти Теперь Не плодоносят Целый метр Штамба Никому Не нужны А ветер Может сломать И так далее И вот Моя самая Удачная Обрезка Вот Значит Это я все Вспоминаю Этого Филолога Печь Пироги Представляете Я сейчас Показываю Ну ей бы Показать Да Итак Во первых Ну маленькое Отличение Как она говорила Эта Филолога Это Опять Не отвлекся Это к теме Просто У меня на каждой фотографии Несколько тем Атажик такая Ах Какая Сволочная Ветка С чего Вдруг Она полезла Куда не просит Заметьте Где-то Нормально Да Более-менее Так же А это Сволочная Ветка Взяла Все Испортила И она Обречена Откройте Любой Справочек Любую Книгу Журнал Газету И вот эти Бесконечные Сейчас они В Яндексе Бесконечные Обрезки Причем Раз в осень Правильную Обрезку Будет весна Будем писать Правильно Будем надо Текста Набрать И вот Итак Я говорю Здесь Ран не бывает Когда я Железом Это последнее Я просто Готовался Смотрите Дата Видите Я готовался К этому Вебинару Вот И искал Где перекреститься Ну я Жил 36 лет Смотрю Я не нашел Ни одной ветки Которая бы Из-за того Что они Трутся Друг от друга Чтоб хоть Одна погибла Что у них Получается Как они Спасаются Правильно Мозоль Мозоль И она Просто Защищает Сама себя С помощью Этой мозоли Все Теперь Отпала Необходимость Обрезать А Отрезали бы Здесь То есть Ветка Сразу Приговарива Это Самая Филолог Вот Здесь Обрезали И на черта Мне здесь Страшная рана Вы показали Мне Это Яблоко Какое Вот тут Давайте Обрежем Она же В сторону Растет Вот тут Да Еще Тут А еще Низко А Знаете Ну это Ладно Это Дерево Трудно Вырастить Чтобы Метров Это Надо Смотрите Вот Резать Вот Это Еще Можно Выпрямить Вот Это Самый Но она опять идёт Бог. Почему она идёт Бог? Повторяю. Смотрим внимательно. Я, когда её садил, я всё забываю. Телефоны, с кем... Когда дружил. Но это я не забываю никогда. Итак. Эта была обрезана больше всех. Почему? Видите бирку? У меня такие бирки только на суперсортах. Это значит, что я выкопал, оставил несколько почек. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять. Вот. И сделал такую страшную обрезку. А при этом корни у меня были в ком земли всё как положено. Такой. Не с горшка, но в ком земли вот такой. И вот здесь я отрезал, потому что всё, что выше, пусть она сейчас выглядит мелкой, но это потому что... Оно выросло. Оно дерево выросло. Да. Всё остальное пошло на обрезку. И у меня сейчас растёт там такие чудеса, которые... Вообще помыслить невозможно. Заманиваю. Так вот. Я в таких случаях говорю, это... Ладно, проехали. Итак. Она обрезана до почти до земли. Так. Ветки, естественно... Ещё раз. А это я уже сколько раз... Вот ни один человек такой пишет на планете, когда делают искусственный штамп, вот так вот. Они не знают, что этот штамп более-менее приличный. И то не всегда. У сенца. И штамп у них есть. Она надо вылезти из травы, там уже не могут это... Там густая трава, это же идёт от природы. От природы ему надо ещё вылезти, обогнать траву, допустим, метровую. А там тени, она... Если веточка появляется, то есть почка набухает, и на этом месте она умирает. Или даёт такой побег, а потом помните, а, нижние ветки, они всё равно бесполезны, давай их отрезать. Или прям сразу сухие. Такое бывает. А они не знают, что от природы деревья росли в густой траве. А густая трава полметра в метр обычно. И вот он лезет, лезет, лезет. А это миллионный раз в попытках. Выживают не все. И вот только вылез, и у него появляется возможность стать деревом. Выше травы. Травы нет. А чёрт-то ему этот штамп. Тем более штамп присущ с сенцем. А это-то сразу... Вот мы отрезали ветку, и у самого ветка, где мы вот это делаем, как косой срез, да? Ну, жаль, надо было вот... У меня тут есть пара примеров. Ладно, не будем. Это не тема сегодняшнего занятия. Просто поверьте, вот косой срез, вот толщина ветки. Уже отсюда почка пошла. А до земли я учил. 5 сантиметров. И вот как пошла она 6 сантиметр, всё. А тут получается так. 6 сантиметров, 7, 8. Это я вам показываю пальцами. 9, 10, 10. Помните? 20 веток я теперь... То есть, пошло вот так, от самой земли. Я теперь должен отрезать, отрезать. И то есть, начинать это с метра. И с разной цифрой. Ну, с обычным метром. Вот. Начинается крона. А до этого всё уничтожается. Вот, смотрите. Дерево, которое плодоносит. Вот так, я ещё раз сказал. Даже когда я... Казалось бы, я переборщил. Да, я переборщил. Хотите, завтра покажу это же саженец. Вы не переборщили. Зачем мне столько? Ну, я получил 3 саженца. А теперь вспоминаем монетобу. Вместе? А вы знаете, что вас ждёт самый лучший саженец монетоба? Перескостная. А? А монетоба это самое... Ой. Всё. Не отвлекаюсь. Смотрите дальше. Вот. Итак, я получил 3 саженца готовых. Я уничтожил дерево. Я получил дерево, которое имеет плюсы и минусы. Вот. Минусом является вот это вот... Ну, что ты поделаешь? Не бывает как это как... Нельзя вырезать и перенесить и разрезать черковь. Ну, так же. Что я могу сделать? Ладно. Теперь, есть такой момент. Но если мы уйдём туда, то нам ещё всего 2 понадобятся. У нас 40 минут осталось. Смотрите. Некоторые говорят. Ну, ладно, априкос. Ну, ладно, иод на холм. Ну, холм уже не может быть бесконечно большой. пологий. Ну, сколько он получается? 20-30 сантиметров снега минус. А если метровый снег? Вот он тут будет, да? И сам привет. Вот тут начинаются проблемы. Значит, я живу в месте, которое называется малоснежным. У нас бывает снега вообще практически нет. Или там по щиколотку. По колено это редкий год. Вот так же. Значит, начинается наша песня хороша, холм повыше. Так же. Надо будет разгрести, придется. Вот эти беда. Если мы переходим на, допустим, терр, если мы переходим, например, на сливу, вот, и то не на каждую, я уже с этим разобрался, уже на, на венгерке, на венглоды не идут, на китайке не идут. Вот так. И получается, на наше песня хорошо, нам надо теперь уже думать шире. Но самое главное, еще раз говорю, вот это вот сильнейшая обрезка не уничтожила дерево на данном этапе. Пока про снег думать не могу. На данном этапе. Не уничтожила, а дала мощнейшие побеги. вся сила пошла в эти несколько почек. Вся сила. Вот. Я и написал самую дачу обрезка будет, пожалуйста. И вот это отрезать не стал. Хотя, по всем этим придуманным законам должен был. Смотрим сюда. Невольная реклама. Подготовка это прошлогоднее или позапрошлогоднее. Это переезд в Красноярск. То есть нанимается за 5000 рублей газель. Не думайте чтобы люди не думали что у нас саженцы дорогие просто так. Нанимается газель за 5000 рублей. Набивается вот этими саженцами. Предпродажная подготовка идеальная. Кроме одного. Вот посмотрите стоит саженец слева. Тик-тик-тик. Он много отрезал. Если брать листовый аппарат отрезал процентов 40. Это много. Вот здесь правда меньше. А нет вот тут отрезано. Тут отрезано. Вот. Но дело в том что они еще это я сам лично придумал памятку памятку и они памятку везут с собой. А у них было 22 покупателя. Я почему помню? Потому что я им сделал на этом ящике 22 копии. Вот. а там уже извините 10 человек ему так жалко до среза но все-таки погибнуть не должен. Вот какой ком земли причем это не тот ком когда перед продажей напихивает землю он у него вырос он у него вырос и сейчас растут вот так вот и дальше я что хочу сказать вот я бы это же учеба мы-то с вами элита нам придется а вот но это осень а весной а точно такие же даже чуть больше продадут тут всего 22 заказа а весной может быть 30-40 и у всех голые эти да вы радуете что Сергей чтобы спасти ваши нервы вот тут отрезал или вот тут да тут такой материал богатый уже сразу надо их размножать кто-то почкой попробует ну бог вам судья вот это я хотел сказать вот это невольная реклама